Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Гость телеканала «Западная Армения» Рана Леоньян, заведующая кафедрой арминоведческих исследований Леона. В Арцахе российские миротворцы провели военные учения. Две новые лаборатории Армата откроются в Джавахе. Иракский город Ура откроется для христианских паломников. Эрдоган и Алиев включены в список хищников свободы прессы. Целебная вода Себастье в Западной Армении творит чудеса. Будет организован прямой транспорт к историческим и культурным объектам Арцаха. Ушел из жизни всемирно известный дудукист Дживян Гаспарян. В эфире телекомпании «Западная Армения» заведующий кафедрой арминоведения в Леоне Рана Леоньян представил проекты и планы, которые были реализованы в Армении и Арцахе, некоторые из которых еще находятся в стадии реализации. Он рассказал о работе, проводимой кафедрой арминоведения в Леоне, затронув специально отобранные темы, их актуальность в настоящее время. За более чем 30 лет, собравшись вместе со своей семьей для различных благотворительных инициатив, он подробно рассказал о той работе, которая сейчас проводится в Арцахе и которая будет продолжаться. Личный состав минометчиков российских миротворческих сил в Арцахе выполнял ряд учебных задач в рамках регулярных боевых учений в соответствии с программой боевой подготовки миротворческих частей. Об этом сообщает Минобороны России. В сообщении сказано, что во время тренировок на наблюдательном пункте военнослужащие отточили навыки приведения миномета в боевое состояние. Боевые учения проходят каждый день перед позицией. Для этого мы построили казарменную учебную материальную базу, где можно проводить инженерно-картографическую подготовку, сказал командир наблюдательного пункта Александр Белоусов. По данным Минобороны, несмотря на круглосуточное дежурство российских миротворцев на блокпостах, командование российских миротворческих сил провело обучение по основным темам боевой подготовки миротворческих подразделений, включая тактическую и зарубежную спецподготовку. Также в ходе учений была задействована спецтехника. Всего к боевой подготовке привлечено около 50 военнослужащих российского миротворческого контингента. Две новые лаборатории Армата откроются в Джавахе. Официальная церемония открытия инженерной лаборатории Армата состоится 12 июля в Ниноцминде, Джавахт, а 13 июля – официальное открытие Армата в селе Оловерт Ахалкелакского района. В настоящее время 105 детей посещают Ниноцминда, Армат, и 48 посещают Оловерт. Цель программы – способствовать развитию технологического образования в Джавахе, расширению технологической занятости, дополнительной экономической деятельности и созданию возможностей трудоустройства, а также перспектив не покидать Родину. Программа по созданию Армат в Джавахке реализуется в сотрудничестве с Фондом поддержка Джавахка с Союзом предприятий передовых технологий при поддержке отдельных благотворительных организаций. Напомним, Армат – это сеть инженерных лабораторий, в которых школьникам преподают технологии в старших классах. В результате геноцида 1915 года против армян, тысячи наших соотечественников были вынуждены покинуть свои дома. Ряд стран Ближнего Востока открыл свои двери для армян-беженцев. Некоторые из них были изнаны турецкими варварами в Месопотамию, нынешняя республика Ирак. Около 90 тысяч армян искали убежище в Ираке в 20-е годы. Позже часть из них покинула страну, часть была репатриирована в республику Армения. Сегодня в Ираке проживает около 10 тысяч армян, которые, конечно же, исповедуют христианство. Они живут в основном в Багдаде, Басре, Моссули, Киркуке и северном пограничном городе Заху. После недавнего визита Папы в Ирак, древний город Ур, который долгое время был закрыт для христиан, откроет свои двери для христианских паломников. В Ираке христианские меньшинства, проживающие за границей, будут иметь возможность посещать церкви, чтобы выполнить свой священный завет. Репортеры без границ опубликовали список хищников «Свободы прессы». В него вошли главы правительств 37 стран, которые, по мнению авторов, проводят цензуру в стране, разжигая насилие над журналистами. С 2001 года Организация репортеров из границ составляет список того, что она называет «галереей хищников». Репортеры без границ назвали ситуацию плохой в 21 из этих стран и очень плохой в 16. По их словам, в 132 государствах есть нарушение свободы прессы. Средний возраст хищников «Свободы прессы» – 66 лет. Многие правят два десятилетия или больше. В список вошли президенты Турции и Азербайджана Раджептай Пердоган и Ильхам Алиев соответственно. Президент Турции не любит СМИ. Вернее, он любит, чтобы СМИ мыли поослушными и хвалили его. Он преследует критиков с помощью закона, позволяющего привлекать их к ответственности за оскорбление президента и закона, допускающего любые злоупотребления. Организация подчеркивает, что более ста журналистов подверглись физическому насилию за последние пять лет. Журналистам по-прежнему грозит тюремное заключение в Турции. По традиции, природная родниковая вода из села Челтек провинции Себастья, Западная Армения лечит пациентов с артритом и рядом других заболеваний. Считается, что грунтовые воды помогают излечить парализованных пациентов. Пациенты, которые провели здесь некоторое время, выздоровели. Говорят, отсюда на своих ногах уходят парализованные пациенты, которые не могли даже пальцами шевелить. Даже прикованные к постели пациенты, которые приходят сюда, встают. Следует отметить, что таких мест в Западной Армении много. Вспомним богатое телебной рыбой озеро Себастья, где лечат ряд кожных заболеваний. 17 июля по 22 августа текущего года Управление туризма Министерства экономики и сельского хозяйства Республики Арцах будут осуществлять пассажирские перевозки в рамках программы «Туристический автобус» в дом-музей Никола Думана Ганзасар и монастыря Мараз. Пассажирские перевозки будут осуществляться каждую субботу и воскресенье в 10.00 с площади Возрождения Степанакерта. Желающие принять участие в программе могут приобрести билеты в информационно-туристическом центре. Цена билета – 500 драмов. Подробности можно узнать в Министерстве экономики и сельского хозяйства или по телефону 043-94-29-74. Ушёл из жизни народный артист Армянской ССР Дживан Гаспарян. Об этом, как сообщает Армен Пресс, написал его внук Дживан Гаспарян-младший на своей странице в Facebook. «Я пишу с большим сожалением о своей великой утрате. Пусть Бог хранит твою душу яркой в небе», – подчеркнул он. Следует отметить, что Дживан Гаспарян был великим мастером дудука, который своим искусством представил миру звуки уникальной армянской трубы. В 2008 году элемент нематериального культурного наследия Армении под названием «Шкатулка и её музыка» был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А далее для вас Дживан Гаспарян и Дживан Гаспарян-младший импровизация. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok